Привет, большой привет! Сегодня мы будем готовить суп. Готовить мы будем по книге нашего любимого Дженни Оливера. Очень много раз мы вам говорили, что очень симпатизирует нам этот же повар. Значит, суп называется «Суп из сладкого печеного чеснока, миндаля». И тут написано «С хлебом», но мы делаем с чабатой, ну, с хлебом. Вот примерно что-то такое у нас должно получиться. И сейчас мы попробуем это изобразить. Кстати, в этой книге есть такая очень жесткая ошибка. Сейчас я вам покажу. А, вот. В общем, здесь в рецепте, это же книга с переводом на русский язык, и написано «Устрицы в ложке». И весь рецепт и описание его переводится, что якобы здесь используются устрицы, и режутся они здесь на кубики. Алеш, когда это увидел, у него истерика просто началась, потому что, во-первых, это нифига не устрицы, а гребешки. Ну, в общем, это очень серьезный перевод. Ну, вот здесь вот еще видно, что шеф-повар держит гребешки, вот, скалопс. Да, а переводится все как «устрицы». И вот здесь вот. И в салате в картинке тоже как кубики гребешков, и гребешки действительно готовятся с такими сочетаниями. То есть устрицу не готовят и не нарезают на кубики, устрица едят сырой. Да, и она не имеет такого вида. Да. Нет, устрицы едят и запеченные, но, в общем, нарезать кубиками их сложно. Ну все, поехали. И с чего мы начинаем? В первую очередь нам нужно отправить в духовку чеснок. Чеснок используем молодой, потому что он не горький, а сладкий. Ну, относительно такого сухого зимнего чеснока. Сейчас лето, и этого добра полно. В общем, мы всего лишь... Нам от кожуры мы не очищаем, просто отделяем от головки, чтобы у нас были вот зубчики. И кидаем их на противень. А чего ты смеешься? Рыжок. Очистили, закидали на противень и отправляем в духовку на 180 градусов на 30 минут. И тем временем, пока чеснок у нас в духовке, тусуется и поджаривается, мы будем обжаривать лук на оливковом масле. И в нашу кастрюльку я наливаю оливковое масло. Сейчас оно чуть-чуть прогреется, и будем закидывать туда лук. Лук я уже нарезала. Неважно, как мы его будем резать, потому что в итоге все равно все это мы будем блендером пробивать. И обжариваем лук до золотистого цвета. У меня здесь чабата. Эти черные точки, это маслины. Я ее немножко подморозила, для того, чтобы у нее такая вот корочка образовалась, и мне легко было чистить сейчас эту корочку. И эта мякоть нам понадобится для супа. Сейчас нам нужно достать филе нашего апельсина. Нужно снимать так, чтобы пленочка у нас была убрана. То есть просто, вот посмотрите, было филе. Все, наш лук уже готов. Можем продолжать. Здесь по рецепту используется белый уксус. Мы сейчас его добавлять не будем, но мы вот все вот эти вот жопки, которые у нас остались от апельсина, мы просто выжмем сюда. То есть сюда просто нужна кислота, и мы ее добавляем. Можно, наверное, даже и лимончик это сделать. Ну, с апельсином это будет теканнее. Мы предварительно отварили крутой куриный бульон. Делайте так, как вы любите. Варите его либо с овощами, либо просто с курочкой. И все, и наливаем мы его сюда. Я использую жирные сливки 33-35%. И также отправляем их сюда. Все, оставляем в покое нашу кастрюльку, накрываем и даем закипеть. Вот, а чеснок готов. Прошло 30 минут. Вот. Не пугайтесь, если он будет вот такую вот влагу выпускать. Все норм. Все, и откладываем его на 10 минут. Он должен остыть. И сейчас посмотрите, какой чеснок у нас мягкий. Вот я надавливаю, и он прям вот так вот выходит. Он запеченный, он очень вкусный, совершенно не горький. И вот таким образом, вот такими нажатиями, мы должны его выдавить. Оп, и выдавили. Наш суп закипел. И сейчас наш очищенный чеснок мы сюда забрасываем. Он липкий, поэтому вот немножко нужно ему помочь. Также мы забрасываем сюда мякоть нашей чиабатты. Вы сейчас подумаете, что это за суп такой. Но он правда очень вкусный. Лепестки миндаля. Лепестки миндаля. Они обжаренные, не сырые. Так, и у меня здесь, это уже от себя, чина, марципан. Марципан придает просто невероятный, яркий миндальный вкус. И здесь в марципане, естественно, содержится сахар, и поэтому сахара мы уже не будем добавлять. А просто кидаем сюда кубики марципана. Солим. Перчим. Все это перемешиваем. Сумасшедшие какие-то запахи, сочетания, но очень вкусно. Так, мы ставим на минимальный огонь. И накрываем крышкой. Оставляем так на 10 минут. Сейчас на суповой сковородке мы делаем тосты из чабанты. Просто хлебушек, покрупнее его порежьте, так будет вкуснее. И тем временем, пока тосты у нас будут делаться, нам нужно пробить суп. У нас нет блендера ноги, поэтому мы будем его сюда переливать. Хотя с ногой это было бы сделать гораздо удобнее. Все, и пробиваем. И не пробиваем. Подводит друг. Ему не очень нравится, он любит в определенной позе. Посмотрите, вот такая вот идеальная консистенция у нас получилась. Субтитры создавал DimaTorzok Такой вот обалденный и невероятно нежный вкусный суп у нас получился. Сочетание продуктов здесь, конечно, немножко такое сумасшедшее, но они очень вкусно дополняют, очень классно дополняют друг друга. Обязательно попробуйте его приготовить. Все, всем прекрасного дня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok